Ушел мужчина, разгрузил грузовую машину, развернулся и уехал. Здесь трое ребятишек было на горке, когда он вываливал. Это война грузовых машин и детей продолжается больше месяца. На узкой дороге по улице Микронной школьники залили горку. Каждые пять минут проезжают машины. В прошлом году в казенной заимке с такой же дворовой горки мальчик скатился прямо на проезжую часть. Получился трясение мозга. Родители боятся за жизнь своих детей, но признают, кататься больше негде. Здесь нам просто нужно дорогу закрывать. Не приспособлена здесь дорога. А здесь же гаражи? Нет, ребята, я с этим гаражей разговаривал, они не против, они объедут. Анатолий возмущен. Глава железнодорожного района его предложение не поддержал. Наоборот, отправил технику, чтобы снести ледяную постройку. Но спустя 40 минут маленькие бунтари залили новую горку. В комитете по дорожному хозяйству мужчине ответили, что причин закрывать дорогу, ведущей в поликлинику и в школу, нет. Очень много дорог есть в объезд, пускай ездят, как удобнее. Ну так вы же поехали именно по этой? Ну потому что мы с поликлиники, она открыта, конечно, закрыта, мы не поедем по ней. Как будут попадать туда жители, проезжать. И автомобили, спецслужбы, если в случае пожара, кому-то скорая помощь понадобится, а дорога будет закрыта. Скоро такие опасные горки станут объектом внимания еще и со стороны сотрудников ГИБДД. В преддверии новогодних праздников и зимних каникул инспекторы проведут операцию «Горка». Все сомнительные ледяные постройки будут снесены дорожными службами. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...